МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энтузиазм молодых ученых и грамотное стратегическое планирование обеспечили институту небывалый рост. Сотрудников было более 800 человек. Весь цикл производства, разработки производства был сосредоточен в стенах этого института. Сотрудники НИИ проводили исследования в самых разных областях, но за годы становления института сформировались два основных направления – море и космос. Система электропитания для глубоководных телеуправляемых аппаратов и наземный испытательный комплекс для космических аппаратов, разработанный НИИ-АЭМ, известны далеко за пределами нашей страны. Заказы у нас настолько большие, что вот по этой аппаратуре, по наземной испытательной аппаратуре, мы, в принципе, стали, если не монополистами, то, вообще говоря, первыми в стране. Если говорить о сегменте нашей оборудования, вот сегменте оборудования, выпускаемого НИИ-АЭМ, то мы являемся монополистами в России. Подобного никто ничего не делает. Просто не делает. Но останавливаться на достигнутом НИИ-АЭМ не собирается. Свежее направление – создание уже бортовых источников питания, которые располагаются непосредственно на спутниках и предназначены для работы в открытом космосе. Сейчас институт участвует, я так не побоюсь этого сказать, в отечественном прорывном проекте. Проект связан с разработкой автономного, мобильного, космического робота, который будет располагаться на борту станции МКС и являться помощником наших космонавтов. В планах создание нового поколения наземных испытательных комплексов, надежных источников бесперебойного питания и многого другого. Фронт работ безграничен. Думаю, что в ближайшие десятилетия НИИ автоматики и электромеханики будут очень активно развиваться. И системы, созданные в институте, разработанные, изготовленные, мы обнаружим не только в космосе, не только под землей, не только под водой, но и в других галактиках. Я в этом абсолютно убежден. Среди партнеров НИИАМ такие гиганты отечественной промышленности, как информационные спутниковые системы имени Академика Решетнева, РКЦ «Прогресс», ПАО «Сатурн», РКК «Энергия», НПО имени Лавочкина «Южморгеология». Их выбор пал на НИИАМ не случайно. Сотрудники института не раз доказали и продолжают доказывать свое лидерство и компетентность.